Политехнолог и публицист Ростислав Мурзагулов присоединяется к нашему эфиру. Добрый вечер. Добрый день, добрый вечер, коллеги. Ростислав, давайте вот такую тему поднимем. Недобор в российской армии. Путин пытается собрать войска, это живое мясо. И есть в то же время вот такая статистика. Ко второй годовщине объявления мобилизации в Российской Федерации рекордное число россиян выступают за компромисс и окончание неспровоцированной войны. России против Украины. Об этом говорят результаты опроса двух проектов. Это сделали Хроники и Экстрим Скан. Так вот, по их данным, я зачитаю вам, 49% опрошенных высказались за готовность поддержать мирное соглашение, даже если цели спецоперации, как россияне называют, войну России против Украины. Вот мы сейчас на экране видим с вами эти цифры. Так вот, 49% опрошенных за то, чтобы было мирное соглашение. И даже если в условиях спецоперации ее цели останутся невыполнимыми. Против такого решения выступают 33% респондентов и 18% затрудняются ответить на этот вопрос. Как вам эти цифры? О чем они говорят? И как они характеризуют настроение людей, которых, опять же, и пытается мобилизовать Путин в свои войска? Ну, вы знаете, этот опрос, конечно, это удивительная штука, поскольку, ну вот, вы представьте себе, что такое Россия сегодняшняя, да? Это тоталитарное государство, это такой военный коммунизм, да? Это, соответственно, абсолютное уничтожение человека, любого, кто настроен против войны. И, соответственно, вот этим людям звонят люди по телефону. То есть эти обе организации, которые вы перечислили, они опрашивают россиян по телефону. И, соответственно, вот представьте себе рандомный телефон, да, звонок. И человеку, неизвестный ему человек, задает вопрос. Скажи, пожалуйста, ты за войну или ты хочешь в тюрьму? И он отвечает в количестве 49% отвечает открыто, что я против войны. То есть вы понимаете, да, насколько, какой на самом деле уже антивоенный градус вот внутри россиян, да, внутри российских настроений. Поскольку, ну уж если вот, идя на все эти риски, а не по телефону неизвестному человеку, который запросто может оказаться провокатором, каким-нибудь фейс-глашником, который план не добрал по заключенным, по политическим статьям в этом месяце, да, и, соответственно, все равно они говорят, нет, мы против уже войны. То есть, соответственно, это означает, что реальная цифра, да, вот настоящая, если все-таки отминусовать тех, кто вот испугался говорить правду и сказал, что да-да, конечно, Крым наш, Украину к ногтю и так далее. Вот если отминусовать, соответственно, как бы тех, кто испугался, то там получится, я думаю, что сильно больше половины россиян уже, которые за любой исход лишь бы был мир, да, то есть независимо, там еще очень важно в этом вопросе, независимо от того, приобретет что-то Россия или не приобретет, достигнет она каких-то заявленных планов или не достигнет. То есть это говорит о том, что все, караул устал, что, в общем-то, бомбараж уже, в общем-то, на пути в своем поезде, да, то есть мы все знаем, как бы, да, это вот Первая мировая война, и вот эти вот настроения, когда люди совершенно не понимали, да, точно так же, когда собрали, не уж в обиду будет сказано, да, обижаться им не на что и не на кого, по окраинам страны разное отребье, и отправили куда-то непонятно им куда, непонятно зачем, непонятно что делать, да, ну, соответственно, вот этот момент настал. Соответственно, сейчас вопрос лишь в том, как быстро разбегутся они оттуда, туда их свезли, в общем-то, довольно далеко, как правило, от дома, ну, и, соответственно, в общем-то, вопрос лишь в том, как конкретно будет технически оформлено вот окончание всего этого ужаса, то есть все-таки это будет ли какое-то мощное решение по дальнобойным ударам, да, или по каким-то более мощным орудием, да, когда они все побегут, когда, вот, когда, собственно, случится вот это вот, когда, сверкая пятками, они понесутся уже независимо там от того, что они будут бояться или не бояться тюрьмы, когда они оттуда побегут. Я думаю, что этот момент исчисляется не в годах, а в месяцах. Да, Путин обещает им службу на территории Российской Федерации, как обычно, врет, как мы понимаем, потому что мы видим примеры, когда даже женщины, которые себя называют военными медиками, попадают на территорию Донбасса, временно оккупированную украинскую территорию, а потом отправляются в местные штурмы. Одно из таких интервью я сегодня сама видела. Путин врет, а обвиняют в дискредитации армии и в том, что инагент кто-то может быть, таких людей, как вы. И вот вас объявили в розыск. Как вы к этому отнесетесь? Да, я к этому отношусь как, ну, наверное, как к очередному такому достижению. То есть, ну, значит, не зря я что-то делаю, не зря я делаю свои фильмы, не зря езжу в Украину, не зря съездил в Курскую область, со стороны Украины, естественно, да, с какой еще стороны мне туда ехать. Вот, соответственно, это, конечно, добавляет каких-то неудобств в жизни. То есть сейчас, понятное дело, что какой-нибудь полицейский, который получит красный сигнал, например, в моей фамилии где-нибудь в аэропорту или в гостинице, да, там, где есть вот эти базы данных по розыску людей, то он может меня арестовать, задержать там на какое-то количество часов. Но это, в общем-то, ни в какое сравнение не идет с теми лишениями, которые сегодня испытывают украинские воины, на которых держат в путинских застенках, поэтому, ну, если мне придется для этого посидеть, насколько-то в обезьяннике, в какой-нибудь стране, где найдется бестолковый полицейский, не отличающий политическое дело от неполитического, ну, ладно, хорошо, собственно говоря, все равно кто-то же должен все эти вещи делать, да, кто-то должен рассказывать россиянам, что происходит на самом деле. Ну, стараемся в миру все. Скажите, а как вы считаете, это может быть месть Хабирова, губернатора, вот тот, который руководил Башкирией? Я не думаю, что он стал бы это делать. Более того, у него и такого ресурса-то особо нет. Что такое сейчас в России губернатор? В России губернатор это сегодня такой... Ну, подождите, написать донос, это очень сейчас любят на территории Российской Федерации, выслужиться, состоять под дело. Донос-то может быть, да, но еще раз, губернатор сегодня в России, это слуга, это путинский халуй, и Хабиров эту должность, в общем-то, ровно так и воспринимает. Он, в общем-то, бежит, задрав штаны вперед всех остальных губернаторов, за комсомолом, так сказать. И сегодня Башкортостан, родина моя, это к моему позору и стыду, я был частью этой элиты, и я, в общем-то, ничего не сделал для того, чтобы заранее попытаться им объяснить, что убивать массово людей нехорошо. Да, у нас сегодня, как бы, Башкортостан один из лидеров по количеству участников на этом самом СВО, ну и один из лидеров, естественно, по количеству погибших. Ну и, собственно говоря, там как это все делалось? Там просто они собирали широким неводом, да, там приезжали, ну вот, в район там с автобусом военной, туда грузили всех сирых и убогих, да, кто возражать особо не мог. Ну и, собственно, давали им в руки баян, водки, ну и отправляли туда-куда-то, в сторону украинской границы. Вот, а по поводу того, кто конкретно в России мог этот там адрес спровоцировать, честно говоря, знаете, неинтересно, потому что всех этих людей ждет суд, всех этих людей ждут длительные тюремные сроки, тех, кто, вот как Хабиров, причастен к массовым убийствам. Это обязательно, ну, если он доживет, конечно, у него очень много вредных привычек, может не дожить, значит, эти пару лет, что осталось всей этой банди в власти. Ну, собственно, поэтому тех, у кого не ждет суд, нам будет ждать иллюстрации обязательно. То есть я уверен в том, что все равно когда-то Россия встанет обратно на какие-то нормальные рельсы, потому что я знаю, что в этой стране живут не только массовые убийцы. Собственно, и вы тоже сказали о том, что есть большой недобор сегодня на это пресловутое СВО, несмотря на то, что платят там денег сегодня больше, чем американскому солдату подъемных за участие в войне. И вот вопрос сюда, почему платят больше? Наверное, потому что желающих все меньше, людей физически меньше. Потому что мерзавцы и негодяи заканчиваются и в любой стране, в России в том числе. Но вот сегодня Украина провела спецоперацию блистательную по уменьшению количества мерзавцев и негодяев на территории Российской Федерации. Спасибо вам большое. Наши ССУ работают, конечно. Да, есть у них результаты. Но, к сожалению, мы понимаем, что в Российской Федерации происходит... Путин как производит геноцид в Украине, то же самое происходит и в Российской Федерации. Вот эта цифра, которую вы назвали о погибших в Башкирии, она действительно напоминает геноцид. Как вы считаете, люди это уже осознали? Есть ли настроение в обществе, что это не их война, что Путин отправляет нацию, маленькую нацию на уничтожение? Ну, вы знаете, к сожалению, здесь избрано... Не хочется хвалить подонков и негодяев, каковыми является пучинская власть. Но надо сказать, что они избрали правильную тактику по сбору людей на эту войну. Они ведь собирают действительно тех, кто поплоше. Они собирают сирых и убогих. Они собирают тех, кто живет в деревне, давно спился, закредитовался, набрал кредитов в этих вот микрозаймовых организациях под 18 тысяч процентов годовых, потому что мозгов нет. Ну и, соответственно, вот с этими людьми, которые погибают, да, вот с этими ну там примерно 200 тысяч их уже истребили на войне этой безумной, а россияне себя большинство не ассоциируют. И, соответственно, даже если это какой-то родственник погиб, потому что он дурак был, потому что он был лузер, потому что его вот отсюда выгнали, и жена выгнала, с работы выгнали. И вот он пошел туда по-шустрому денег срубить. Вот, собственно, вот они, красавцы, идут денег срубать. Ну и обратно вернулись в пакетиках черных. Поэтому по ним разочек сплакнули родственники для вида, ну и все, закопали и забыли. Ну и там ее радостно разъезжают на Белой Ладе Гранте. Собственно, примерно так это будет. А в Башкирии, а в Башкирии ведь нация может просто исчезнуть. Вот есть ли возможность того, что в Башкирии могут появиться такие протестные движения? Нет, в Башкирии не появятся такие протестные движения, поскольку там очень жестко были свернуты протесты последние, которые были там в Баймаке, как вы знаете. Там людей просто учили в бараний рог. Одного парня прямо убили в автозаке. Там остальным всем быстренько надавали сороков, там заброшенный снежок, несколько лет тюрьмы и так далее. Поэтому нет. Понимаете, вот, к сожалению, в Башкирии та же самая история. Точно так же по отдаленным населенным пунктам собрали, отпылесосили, отправили. А те, кто похитрее, пошустрее, вот у вас корреспондент правильно в сюжете рассказывал, то есть кто сегодня дойдет до этой армии, кто сегодня пойдет в это сборище от требий этих убийц, мерзавцев, насильников. Сегодня очередной СВОшник пойман на изнасиловании десятилетней своей собственной падчерицы. Слышали, наверное. И вот кто пойдет вот в этот сброд, кто себя захочет с ним ассоциировать? Ну, понятно же, кто туда идет, в конце концов. Остальные все правдами, неправдами там откупаются, уезжают и так далее. То есть остальные бегают. Но вот проблема в том, что, черт говорю, то есть они не ассоциируют, они себя, они себя никак не равняют с этими людьми. И поэтому-то и, собственно, нет никаких протестов. Ну, потому что, вот, пожалуйста, там стрел маргиналов продолжается. Ну, а тем, кто желает в эти маргиналы записываться, что им можно возразить? Они сильно хотят 2 миллиона рублей. Как вы относитесь к... Я понимаю, что нехорошо вы относитесь, но я хотела бы понять, к чему это может привести. Вот эта героизация так называемых вернувшихся СВО, которые ходят по школам, мучат детей. Вчера был зэком, сегодня стал убийцей Путина, а завтра детям рассказываешь о том, как ты медальки получал. Это ведь большая травма для всего общества. К чему это может привести? Вы знаете, я хочу вам сказать, что героизации там никакой не получится. Это временная история. В общем-то, все эти герои, в кавычках, будут забыты. На могилках у них вырастет бурьян. Потому что это герои, которые на самом деле не герои, и война не геройская совершенно. И сейчас понимание об этом, может быть, есть не у всех, но пройдет пара лет, наступит адекватная власть, и, собственно говоря, эту войну будут проклинать. Сто процентов населения будет ее проклинать. Все будут говорить, что они всегда все понимали, что они просто вынуждены были молчать, потому что было так опасно, потому что всех объявляли в розыск, всех начинали сажать, убивать и так далее. Что отчасти правда, отчасти лишь объяснений. Ну и, соответственно, вот эта вся героизация, она закончится. Понимаете, даже была такая история, на самом деле. Были же попытки героизировать солдат, которые воевали с чеченцами. Но и там-то не получилось. Ну, потому что Чечня, потому что это один из регионов России, да, и потому что понятно, что идти войной на один из регионов России. Но если уж так ему хочется отделиться, либо пусть отделяется, но либо договаривайтесь по-хорошему. Собственно говоря, так все в итоге, в конце концов, относились к этой войне. И поэтому там же особо не получилось. Сколько вы знаете героев чеченской войны, да? Я нисколько не знаю. Ну, вот, соответственно, и вряд ли кто-то еще среди тех зрителей, кто нас смотрит, у кого был доступ к российскому телевидению. К сожалению, у многих он был и в Украине раньше, помните? Да, да, но у нас в Украине отключили в свое время российское телевидение. И, как сказал наш редактор, который сейчас служит в вооруженных силах Украины, что Российская Федерация могла бы захватить, если бы они нам телевизор, если бы нам мозги еще вот тогда вот промывали и оставили. А мы стали другими. Мы не знаем песен, мы не знаем культуры, которая живет сегодня Российская Федерация. И это спасло наше общество от влияния российской пропаганды. Согласитесь? Да, безусловно, да. Потому что, на самом деле, конечно, все то, что в России делалось, и почему, собственно, я считаю себя виноватым от того, что я работал на Первом канале, да? Ну, на Первом канале выходили старые песни о главном, да? Когда-то это казался всем такой милый проект. У меня какая-то была сразу червоточинка по этому поводу. То есть, я понимал, что зачем-то сегодня провоцируют ностальгию по совку, которую я всеми фибрами души всегда ненавидел, и которую ненавидели даже мои родители, хотя они были, в общем-то, коммунистические люди, и, в общем-то, папа был не на последней должности, а, в общем-то, такой вибный нацкадр такой партийный, да? Но, тем не менее, все равно мы все это все терпеть не могли. И вдруг вот такая вот неприкрытая, знаете, такая ностальгия, прям такой плач на взрыв. Как же было хорошо. Посмотрите, как вот там ходят рядышком друг с другом, мирно, там Олег Скрипко и Лариса Долина, да? Но, в общем-то, на поверку-то оказалось, что, видимо, еще тогда, да, уже пробрасывали вот эти шары, да, что надо восстановить эту империю, что надо собрать всех снова под пятой Москвы. А я, например, как Башкир, знаю прекрасно, что под пятой Москвы хорошо не будет никогда и никому. Там всегда соберется 100 человек, которые заберут все деньги со всей страны, а остальным всем покажут шиши с маслом. Собственно, как оно и происходит всегда. И украинцы это поняли, слава Богу, вовремя. Раньше, чем некоторые другие страны, которые остались в этой орбите московской. И, собственно говоря, честь вам и хвала за это. Спасибо, что поддерживаете. Спасибо, что вместе с нами боретесь против этого путинского режима, который только отравляет жизнь людям и делает этот мир хуже. Ростислав Мужзагулов, политтехнолог и публицист, был с нами в прямом эфире телеканала Freedom. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok